Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами распакуем очень интересный смартфон Huawei P7. Это новое видео на канале GadgetMoney. Мы начинаем. Поехали! Хотите еще больше видео о гаджетах? Крайне рекомендую пройти по ссылке в описании, ознакомиться с интересным каналом. Парень снимает распаковки посылок о гаджетах и не только. Так что смотрите. Если понравится, обязательно подписывайтесь. Итак, перед нами коробка белого цвета. Все в фирменных цветах Huawei. Сзади никакой информации у нас нет. RST комплектация. Ничего особенного в этой коробке нет. Все выполнено в форме пенал. Здесь указано на русском языке, какого цвета смартфон, сколько памяти, какая модель и все. Давайте посмотрим, что же находится внутри. Откроем. Итак. У нас смартфон в черном цвете Huawei P7. Итак, внутри коробки у нас есть два пенала. Один из которых содержит в себе сразу, мы видим, скрепочку. Это скрепочка для извлечения сим-карты. И еще один пенал, внутри который лежит у нас зарядное устройство. Сила тока выходного 2 А. Русская зарядка. Не надо никаких переходников. Все в белом цвете. Фирменный логотип Huawei. Итак, давайте посмотрим со всех сторон. Также у нас здесь находится фирменный белый кабель для зарядки синхронизации. Есть наушники с кнопкой ответа на звонок. То есть гарнитура, можно разговаривать по ней. Также в этом пенале, помимо скрепки для извлечения сим-карты и карты памяти, у нас находится с вами гарантийный талон. Заполняется при покупке в магазине. Действует в течение года на территории Российской Федерации. Напомню, у нас РСТ комплектация, то есть гарантия без проблем. Не с Китая, а непосредственно уже здесь, в России. И, конечно же, как в любой технической вещи, помимо прочего, конечно же, есть мануал. Мануал на русском языке, в цветной, в картинках. Очень интересно будет почитать, посидеть на досуге, ознакомиться. Также производитель не пожалел, положил две NFC-метки. Я думаю, будет полезно, как дополнительный аксессуар к смартфону, в котором есть NFC. Итак, перейдем к самому смартфону. Смартфон у нас в черном цвете, спереди у нас снизу надпись Huawei. Сейчас смартфон находится в транспортировочных пленках, на которых отображены преимущества данной модели. Это работа в 4G-сетях. Конечно же, смартфон очень тонкий, модель 2014 года, хороший модуль передней камеры. Величина, ширина, все вы видите сейчас на своих экранах. Действительно тонкий, стеклянно-алюминиевый смартфон. Задняя часть смартфона выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass 3. На правой стороне смартфона мы с вами наблюдаем клавишу регулировки громкости, клавишу включения-выключения, слоты для сим-карты и карты памяти. Сверху 3,5 джек и микрофон. Снизу разъем для зарядки и второй микрофон. На левой грани устройства нет ни одной кнопки, и это радует. Сейчас вы можете наблюдать, как выглядят со стороны слоты для сим-карты и карты памяти. На самом деле все выполнено из алюминия, очень тонко, качественно и хорошо. Что касается экрана разблокировки, здесь вы можете наблюдать дополнительную шторку для быстрого доступа к тем или иным функциям. Сам же аппарат встречает нас стандартным андроидом, немножко видоизмененным настройками от компании Huawei. Это Emotion UI, в версии в начале 2.3, сейчас это другая версия 2.3, точнее 0. И на данный момент это одна из самых красивых оболочек андроида. Немножко видоизменена, чуть-чуть добавлена, все стандартно. Действительно быстрый отклик, на экранные кнопки работают очень-очень хорошо. Оперативной памяти доступно всегда около 1 гигабайта. Есть сторонние виджеты. Меню настроек стандартно, при этом интуитивно понятно. Конечно же, немножко видоизменено, потому что прошивка Emotion UI – это не чистый, не голый андроид. Автонастройка яркости, можете посмотреть самый низкий порог яркости, самый высокий порог яркости. Все довольно-таки комфортно, даже на 50% яркости. Изображение более или менее читаемое даже на солнце. Итак, давайте посмотрим на следующий параметр. Это о телефоне. О телефоне, я думаю, что здесь все, как всегда, понятно. 2 гига оперативной памяти. Конечно же, Full HD дисплей. Версия Android 4.4.2. В ближайшее время, я думаю, что будет обновление до последней версии Android Lollipop 5.0.2. Я думаю, что компания Huawei – это флагман 2014 года. Она не затянет с обновлениями, и обновление выйдет очень даже быстро. Сам интерфейс очень довольно-таки комфортно и плавно листается. Никаких лагов и подлагований пока нет. Конечно же, почему-то предустановлены сервисы Яндекс. Давайте посмотрим на камеру. Я думаю, что здесь тоже все стандартно. Есть минимальные настройки, фото и видеосъемки. Есть, конечно же, фильтры. Камера 13-мегапиксельная задняя, передняя 5-мегапиксельная. Более подробно поговорим об этом в результатах, скажем так, тестирования, в обзоре этого телефона. Но на данный момент передняя камера – одна из лучших на рынке. Наверное, круче будет только от HTC. Это тот именно флагман, который настроен именно в 13-мегапиксельная передняя камера. Итак, давайте подведем итоги распаковки действительно красивого имиджевого телефона Huawei P7. Стекло с обоих сторон говорит о том, что компания Huawei хотела показать этим, что они действительно умеют делать красивые и изящные устройства, потому что стеклянные устройства, что у компании Apple, что у компании Sony, они действительно очень красивые внешне. Но берегитесь, люди, если вы покупаете данное устройство, не забудьте приобрести, соответственно, закаленное стекло, либо какой-то защитный бампер или чехол для того, что, не дай бог, ваше устройство упадет, и оно, конечно же, сломается. Потому что какое бы закаленное стекло с внешней или с внутренней стороны не было, оно, скорее всего, при падении просто треснет. И что не может не радовать – это металлический корпус. В общем, сбалансированный смартфон, по первым впечатлениям, от распаковки, немножко видоизмененный лаунчер и так далее, но все это очень-очень красиво. Тонкий, хороший, качественный смартфон. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok